Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хотела выпустить этот выпуск еще на прошлой неделе, но что-то не задалось, а истории я дополнила, и о них рассказать нужно. Поэтому на этой неделе выпусков, надеюсь, будет два. Этот с интересными историями, и второй с интересными историями, но посвежее. Это все к тому, что я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Например, у ближайшей к нам звезды Проксима Центавра, относящейся к звездной системе Альфа Центавра, есть потенциально пригодная для жизни землеподобная планета в обитаемой зоне Проксима Центавра Б. Сведения о существовании которой в 2016 году Европейская Южная Обсерватория подтвердила, и эта славная тема неоднократно становилась инфоповодом и в ней новостях в том числе. Уточнив, что ближайшая не значит рядом, нас разделяет более чем 4,2 световых года, но ученые мужи с охоты начали придумывать, как бы туда что-нибудь отправить с надеждой, что в будущем Проксима Б будет первой в списке кандидатов на междвездную колонизацию. Ну или хотя бы просто слетать посмотреть, что там да как. О том, какие проекты намечались для ее исследований, я рассказывала тут и еще вот интересное тут. Ссылочки, как всегда, в описании. Но почему я вам об этом рассказываю сегодня? Похоже, что с этими проектами, возможно, не стоит торопиться, потому что недавно ученые обнаружили, что год назад Проксима Центавра излучала супермощную солнечную вспышку. В 10 раз мощнее наших, и облучение, которое при этом получила Проксима Б, убило всякую надежду на жизнь, как мы ее знаем на этой планете. Так сказать, испарило все, что там могло быть. Более того, стало известно, что это далеко не единичный случай. Эта звезда довольно часто вспыхивает и по-любому испарила бы любую атмосферу и воду с планеты. Конечно, было бы гораздо хуже, если бы мы этого не знали и прилетела бы туда первая колония, а там такое. Но потенциал был весьма манящим и взбудоражившим не один десяток великих умов. И очень жаль, ведь это отчудило ближайшая звезда с экзопланеты в зоне обитаемости. И даже туда нам лететь самыми хитрыми способами очень и очень долго. Ну а перед тем, как продолжить, для тех, кто вдруг внезапно пропустил новый выпуск нашей новой рубрики не новости гейминг, замечательный Саша Нев, которая любезно согласилась ввести эту рубрику для канала не новости, то выпуск вышел. Я также добавлю, что очень рада, что мы наконец смогли воплотить и запустить эту идею, и возможно в будущем реализуется больше задумок, но не все сразу. Ну а пока поддержите лайками, мы будем рады и всем добра, ссылка в описании. А теперь к остальным историям. В нашей Солнечной системе тоже есть несколько коротеньких новостей. Первое, это то, что китайская космическая орбитальная станция Тяньгун-1, или же Небесный дворец, в течение нескольких недель сойдет с орбиты и куда-нибудь плюхнется. В Американской аэрокосмической корпорации считают, что это произойдет в первую неделю апреля, а в Европейском космическом агентстве, что с 24 марта по 19 апреля. А до этого кто-то даже писал про 22 февраля. Так вот, есть вероятность, что в атмосфере сгорит не все, а обломки разбитает на сотни километров. Но говорят, за всю историю космических полетов от космического мусора вроде никто не пострадал. В зоне риска находятся Северный Китай, Ближний Восток, Центральная Италия, Север Испании и Северные Штаты США, Новая Зеландия, Тасмания, некоторые области Южной Америки и Южной части Африки. Ну а если ее полет управляем, станция будет затоплена в океане. Ну и говоря о космосе, нельзя не сказать, что 14 марта в возрасте 76 лет ушел из жизни физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Мне понравилось, что люди считают, что он вернулся к звездам. Ну а у частной космической компании SpaceX 6 марта был 50-й юбилейный запуск ракеты-носителя Falcon 9. И это отличный повод еще раз порадоваться, что успехи частной космонавтики побуждают всех остальных подтягиваться и двигаться вперед. Ну а теперь к остальным историям. Вы наверняка не раз видели эти подборки актеров без Оскара. И конкретно про Гэри Олдмана, который не сыграл разве что русалочку. Очень актуально это было, когда народ отметил, что Леонардо Ди Каприо дико достойно Оскара. Была куча шуточек и мемасов на этот счет, и как мы знаем, Лео таки получил статуэтку за свою работу в фильме Выживший. И если вы вдруг пропустили, в этом году замечательный Гэри Олдман выбывает из всех этих подборок, удостоившись награды за лучшую мужскую роль в фильме Темные времена, в котором актер сыграл Уинстона Черчилля. И в тему разговора о кино подъехала история, которая могла бы лечь в основу сценария стратсюжетного фильма типа ограбления по-итальянски. Только вот подробностей маловато. Но давайте по порядку. В бразильском аэропорту Веракопус произошло дерзкое ограбление. У грузового самолета авиакомпании Лютанзо была лишь промежуточная посадка. Вообще он летел из Сан-Паула в Цюрих. Но банда хитрющих грабителей сперли с него 5 миллионов долларов, и ограбление заняло не больше 5-6 минут. Преступники скрылись, и о них пока ничего не известно. В местной полиции сообщили, что это были 5 человек, и они подъехали к самолету в автомобиле, на который были нанесены фальшивые опознавательные знаки аэропортовой службы безопасности. Они угрожали сотрудникам аэропорта оружием, забрали наличные и скрылись. Челы явно знали, что делают. Похоже, на идеально отточенный план, знаете, как в кино еще, когда часы сверяют и все такое. Ну и наглецы они, конечно, к тому же. Ну а в Австралии пара нашла, как оказалось, самое древнее послание в бутылке из ныне найденных. Произошло это в январе этого года, когда жительница Австралии Тоня Илман нашла красивую бутылку с гравировкой, и потащила ее домой, решив, что та будет красиво смотреться на полке. Там она с мужем обнаружила, что сосуд несет в себе послание на немецком языке, датируемое 12 июня 1886 года. В записке говорилось, что бутылку кинули в воду с исследовательского корабля Паула в ходе эксперимента, а того, кто записку найдет, попросили обратиться в немецкую морскую обсерваторию в Гамбурге. Сначала супруги решили, что записка не настоящая, но не оставили это просто так и отнесли ее в один из австралийских музеев. Там-то и подтвердилась подлинность записки. По словам сотрудника музея, в Германии нашли судовой журнал корабля, и там была информация о записке в бутылке. Дата, координаты, даже почерк, все совпало. Так вот, бутылку выбросили в юго-восточной части Индийского океана. За 69 лет эксперимента морская обсерватория выкинула в море тысячи посланий, но вернули только 662. Так что и у вас есть шанс найти подобное. А конкретно эта записка побила предыдущий рекорд и стала старейшей из найденных в мире. Ей 132 года. Ну и напоследок немного развлекательной науки. Группа ученых из университета штата Минас-Жейрас в Бразилии смоделировали зомби-апокалипсис, чтобы подсчитать, каким образом люди могли бы спастись в мире а-ля обитель зла. Ну как бы мы же все хотели это знать, правильно? Так вот, сразу заспорили, что, к сожалению, ученые пришли к выводу, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сначала они посчитали, что для какой-никакой безопасности населения надо, чтобы людей защищали военные, минимум 47 штук на тысячу гражданских. И далеко не везде есть подобные числа. За основу развития событий было взято киношное клише – зомби в мегаполисе, стремительное заражение и так далее. Из четырех вариаций развития событий самым успешным для людей стало быть подготовленными и защищаться самим, устроив сопротивление. Рассматривались также вариации сильной и очень сильной армии, а еще увеличивали живучесть зомби. Ну, тогда нам вообще хана. А так выходит, что с математической точки зрения, в случае зомби-апокалипсиса помощи ждать не приходится, и надо быть готовыми самим дать отпор. Так что учитесь из фильма, как себя вести. Ну и да, для меня остается открытым вопрос, актуальны ли эти числа для северных стран с нормальной такой зимой. Ну и на этой любопытной ноте я напоминаю, что не новости выходят во многом благодаря вашей поддержке не новости, плюс на юсапорте. Спасибо вам. А если хочешь задонатить и ты, все ссылки, как всегда, в описании. Ну а все те, кто любит и ждет новые не новости, подписывайтесь на телеграм-канал и сообщество не новостей. До скорого!